Постоянные зрители новостей с колёс обязаны знать, что китайская марка Хун Ци, или в модной сейчас точной передаче китайского произношения Хон Чи, известна своими правительственными лимузинами и парадными кабриолетами для партийной верхушки КНР. Однако некоторое время назад красное знамя, как собственно и переводится Хун Ци, взяло курс на демократизацию. Для этого гамму моделей пополнили относительно недорогие, можно сказать, массовые модели. И некоторую часть этих машин вскоре сможет приобрести российская публика. Во всяком случае, точно известно, что на подмосковном полигоне НАМИ обязательную сертификацию сейчас проходят сразу несколько автомобилей этого бренда. Младший представитель обширной семьи Хун Ци — это пятиметровый седан H5. У него поперечное расположение двигателя, передний привод, зато дизайн аж от самого Джайлса Тейлора, что прежде трудился главным стилистом компании Rolls-Royce. Ступенькой выше располагается немолодой, но солидный трёхобъёмник H7. Его определённо оценят консерваторы, так как китайцы совершенно легально используют неубиваемую заднеприводную платформу Toyota Crown. Флагманский H9 — несколько другая история. Его тоже рисовал упомянутый Джайлс Тейлор, который, очевидно, возжелал создать максимально респектабельный образ. И это, стоит признать, получилось. При этом старался не только дизайнер. Инженеры внедрили выдвижные ручки дверей, панорамную крышу и многое-многое другое. Плюс огромный седан предлагает двухцветную окраску кузова, а также отделку салона натуральными кожей и шпоном. Впрочем, нельзя не упомянуть и главный минус китайского люкса — это малокубатурные движки. Даже флагман оснащается двухлитровым турбомотором, а модель H5 вообще предлагает лишь полтора надувных литра. С какими конкретно агрегатами хунцы придёт на российский рынок, мы узнаем по окончанию сертификации. Также остаётся секретом формат рыночного присутствия. С полноценным представительством или официальным дистрибьютором. Зато точно известно, что кроме бензиновых автомобилей нашему истеблишменту будет предложен электромобиль. Да какой! Огромный кроссовер формата BMW X7, способный отмахать на одной зарядке больше 600 километров. Кстати, не дожидаясь официального прихода красного знамени, серые дилеры уже начали ввозить такие машины. За роскошные SUV нынче просят от 10 до 12 миллионов рублей. Однако, как говорил герой известного романа, рассчитывать на демпинг со стороны официальных продавцов тоже не приходится. С другой стороны, из-за европейских санкций наши обеспеченные соотечественники вообще лишились люксовых авто. А тут реальная альтернатива.